Друзья, приветствую вас на канале Лига Реал Эстейт. Меня зовут Светлана. И в этом видео мы расскажем вам о получении вида на жительство на Северном Кипре в 2024 году, какие есть нюансы и почему могут отказать от получения ВНЖ. Северный Кипр – одна из немногих стран, где все еще возможно получить вид на жительство по покупке недвижимости вне зависимости от района, где она расположена или же от ее стоимости. Еще один из видов доступных ВНЖ на Северном Кипре – это получение ВНЖ по высокому доходу. Вопреки мнениям в различных пабликах и соцсетях, что выдача ВНЖ зависит от сотрудника миграционной службы или его настроения, весь процесс регламентируется только законом о легализации иностранцев, который был принят в 1993 году. В октябре 2019 года в этот закон были внесены правки, которые действуют и по настоящее время. Ссылка на закон в открытом доступе, поэтому вы тоже можете ознакомиться. Ссылку мы обязательно оставим в описании к этому ролику. Итак, после подписания договора и регистрации его в кадастровом управлении и внесения первоначального взноса в случае, если вы приобретали объект в рассрочку, вы сразу можете подорвать документы на получение вида нажительства. Какие документы потребуются? Первое – зарегистрированный договор купли-продажи недвижимости или аренды в случае, если вы подаетесь по высокому доходу. Второе – справка из местного банка о наличии денежных средств на счету. Какая это должна быть сумма? В случае, если вы подаетесь как собственник недвижимости, то сумма должна быть равна 1 минимальный оклад, умноженный на 12 месяцев. В этом году на Северном Кипре минимальный оклад равен 27 587 турецких лир, то есть для собственника недвижимости нужно показать на счету около 11-12 тысяч долларов. В случае, если вы подаетесь по высокому доходу, то в этом случае сумма должна быть равна 3 минимальным окладам, умноженным на 12 месяцев. Сумма может быть размещена в любой валюте, но важно, чтобы это был эквивалент сумме в лирах. Какой здесь нюанс? Постарайтесь, чтобы ваш остаток на счету был чуть больше требуемой суммы, то есть был некий запас. Этой суммой вы можете пользоваться, более того, ей нужно пользоваться, чтобы показать движение по счету, но к моменту подачи важно, чтобы на счету была вся необходимая сумма. Одной из причин отказа может быть как раз-таки отсутствие движения по этому счету. То есть вы разместили деньги на счету, взяли необходимую справку из банка, на следующий день сняли эту сумму. Таким образом, движения по счету у вас уже не будет. И когда вы подаете документы в иммиграционную службу, у офицера может задаться логичный вопрос, а на какие средства заявитель здесь проживает? Почему он снял всю эту необходимую сумму на следующий день после размещения? Третий документ – это оригинал и копия паспорта. Далее прикладываете фото формата как на паспорт. И пятое – это справка от Мухтара, то есть от главы района, в котором вы подаетесь с вашим адресом проживания. В случае, если у вас строящийся объект, то до момента получения разрешения от МВД на покупку недвижимости на основании зарегистрированного договора купли-продажи, вы подаетесь на ВНЖ по высокому доходу. Соответственно, предоставляете нотариально заверенный договор аренды и справку от Мухтара с адресом, где вы проживаете. Следующий обязательный документ – это разрешение на покупку недвижимости, выданное МВД Северного Кипра. Седьмой документ – свидетельство о браке в случае, если договор оформлен на одного из супругов. Документ должен быть переведен на турецкий язык и легализован. Также вам потребуется предложить результаты анализов крови на отсутствие серьезных инфекционных заболеваний. Данный анализ вы сдаете здесь, на месте, на Северном Кипре. Квитанция об оплате госпошлины в настоящий момент ее размер 4590 лир. Вот, собственно, и все документы. Срок получения вида на жительство занимает от трех до шести месяцев и зависит от региона, в котором вы подаетесь. Самый максимальный срок – это в Гирне, так как здесь наибольшее количество проживающих иностранцев. А в иммиграционной службе работают всего два офицера, которые принимают эти заявления. Важно, что в период с момента подачи документов и до момента получения самого вида на жительство вы не можете покидать страну. Если вам срочно нужно вылететь, и у вас действительно веская на эта причина, для этого вам необходимо приехать в офис в иммиграционную службу Никосии, предоставить оплаченный билет вылета, объяснить офицеру причину вашего срочного вылета из страны, и в этом случае вам ускорят получение вида на жительство. Но тут очень важный нюанс, что офицеру следует сказать правду. Действительно, причину, по которой вы покидаете страну, и предоставить реальный билет для вылета отсюда. В каком случае вам могут отказать в получении ВНЖ? Если вы получаете сообщение о том, что у вас не хватает какого-то документа или не хватает какой-то определенной суммы на счету, и вы впоследствии не устраняете эту проблему, то в этом случае вам может прийти отказ по ВНЖ. В течение пяти дней будет необходимо покинуть остров, однако можно заехать снова в качестве туриста и пытаться податься снова. Резюмируем. Отказов в получении ВНЖ без объяснения причины на Северном Кипре нет. Это основные моменты в получении ВНЖ на Северном Кипре. Надеюсь, этим видео я помогла прояснить вам основные моменты. Ну а если у вас еще остались вопросы, звоните или пишите по телефону, указанную под этим видео. Я с радостью помогу вам ответить на все вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!